Тетнюр, тут такая новость. Федеральная налоговая служба России направила в Министерство финансов проект поправок в налоговый кодекс. Эти поправки позволят сотрудникам ведомства проверять любого гражданина страны в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщил замглавы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, который оказался в распоряжении коммерсанта. В настоящий момент налоговики и доступ к информации о счетах и платежах лишь в рамках выездной и камеральной проверки. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации 3НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя ФНС. Если предлагаемые поправки будут приняты, сотрудники налоговой службы смогут в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина. Они будут загружены в программу АСК НДС-3, содержащую данные из ЗАГСов. Это поможет выявить лиц, связанных с незаконным предпринимательством. Что вы об этом скажете? Дима, цифровой концлагерь – это контроль за доходами и расходами. Помнишь в апокалипсисе? И наступит время, когда никто не сможет ни купить, ни продать без чипа на руке и во лбу. В принципе, стратегия именно эта – проконтролировать любой, чьих, любого человека. А поскольку каждый опер знает, что бедные платят налоги в пользу богатых, то мы точно знаем, что никто не будет возбуждать проверки самых богатых аллигаторов или чиновников. Например, один из чиновников может купить себе самолет за 70 миллионов долларов. Как ты думаешь, его будут проверять? Конечно же, нет. Я думаю, что это еще и в русле стратегии. Мало кто знает, что когда в Советском Союзе приняли НДС, то это был выстрел в голову любой кооперации, любым производственным цепочкам. Это, собственно, и разрушило высокоэффективную советскую экономику. Повышение НДС сегодня преследует те же цели. А тотальный контроль за доходами физических лиц выбивает ресурсную базу у народа этой страны. То есть в результате люди перестанут размножаться, у людей не будет возможности заработков, кстати, несоизмеримых с чиновниками. И на этом свобода маневра у людей закончится. Так кто-то скажет, бизнес нужно вывести из тени, придурки, нужно делать русский миллиард. А русский миллиард делается серой экономикой. Во всяком случае, не подконтрольной налоговикам из ФНС. Я понимаю, что налоговики сейчас меня начнут упрекать в антигосударственной деятельности, но я реально считаю, что из-под налогообложения нужно срочно выводить суммы, пригодные для аренды жилья и воспитания ребенка. Это 60-80 тысяч рублей, как с добрым утром. Налоговикам вообще надо дать по рукам, чтобы не лазили по чужим карманам. Пусть лучше занимаются богатыми, чем бедными. КОНЕЦ